Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Игра престолов уже не просто сериал, а целый пласт культуры, замахнуться на запрет которого мог только один человек в мире, депутат Петербургского Заксобрания Виталий Милонов. Как сообщает РЕН-ТВ, по словам народного избранника, каждый десятый персонаж в этом произведении является сексуальным девиантом. В связи с чем он попросил Российского Министерства Культуры разработать концепцию по защите отечественного информационного пространства. По его мнению, произведения с традиционными ценностями должны получить знак качества, а вредные – нет. К слову, сам Милонов заявил, что ни одной серии Игры престолов не смотрел. Вообще, многим российским депутатам, не только Милонову, свойственно такое – запрещать то, о чем имеешь слабое представление. Инфопресс В Петербурге неизвестные взломали решетки на окне в отделе полиции, похитили металлический ящик с вещами начальника отдела и, по предварительным данным, подожгли помещение. Как сообщает портал Медиазона, ящик хоть и пустой, но нашли, а вот злоумышленники скрылись. И вряд ли люди могут доверить свою безопасность тем, кто не может защитить сам себя. Однако в России это, видимо, возможно. Депутаты Госдумы Депутаты Госдумы намерены рассмотреть возможность переноса выборов с декабря на сентябрь, чтобы сэкономить бюджетные средства. Однако в этой парламентской инициативе, как и в любой, не обошлось без подводных камней. Как сообщает РБК, депутаты, не сумевшие переизбраться в Госдуму на досрочных выборах, продолжат получать зарплату до декабря. Таким образом, сокращение срока полномочий палаты может обойдись бюджету в более чем 700 миллионов рублей. Интересно, скрещивали ли за спиной пальцы депутаты, когда говорили об экономии бюджета от переноса выборов. Инфопресс Новый арт-объект в городе и тот уже за неделю успели поломать. Сетует в своем твиттере историк Антон Касанов, оставив ссылку на фотографию одной из стелл «Я люблю киров», которую установили ко дню города. В Парке Победы у такой теперь благодаря вандалам не осталось сердца. Вообще же удивительно, что стела продержалась целую неделю. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс